Шел солдат по дороге, раз-два. Раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку, он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма, безобразная, противная, нижняя губа висела у нее до самой груди. — Здорово, служивый! — сказала она. — Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно! — Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат. — Видишь вон-то старое дерево! — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. — Оно внутри пустое! Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустись в него, в самый низ! А перед тем я обвяжу тебе веревкой вокруг пояса, ты мне крикни, и я тебя вытащу! — Зачем мне туда лезть? — спросил солдат. — За деньгами! — сказала ведьма. — Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход, в нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери, можешь отворить их, ключи торчат снаружи. 3Войди в первую комнату, посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку, глаза у нее, словно чайные чашки. 4Но ты не бойся! 1Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, 9открой сундук и бери из него денег в волю. 9В этом сундуке одними дики, захочешь серебра, ступай в другую комнату, там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. 9Но ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. 9А захочешь, так достанешь и золото, сколько сможешь унести, пойди только в третью комнату. 5Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза, каждый с круглую башню. 9Вот эта собака! 9Злющая-призлющая! 9Но ты ее не бойся, посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золото, сколько хочешь! 8Оно бы не дурно! 9- сказал солдат. 8- Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? 9Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно? 9- Я не возьму с тебя ни полушки! 9- сказала ведьма. 9- Только принеси мне старое огниво! 9Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз? 9- Ну, обвязывай меня веревкой! 9- Приказал солдат. 9- Готово! 9- сказала ведьма. 9- А вот и мой синий клетчатый передник! 0Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. 9Вот он открыл первую дверь. 3Ух! 9Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата. 5- Вот так! 1Молодец! 9- сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. 9Ай-ай! 9Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. 5- Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят! 5- сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. 6Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. 9Затем солдат пошел в третью комнату. 0Фу ты пропасть! 1У этой собаки глаза были не дать не взять две круглые башни и вертелись, точно колеса. 9- Мое почтение! 8- сказал солдат и взял под козырек. 8Такой собаки он еще не видывал. 6Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. 9Батюшки! 9Сколько тут было золота! 9Он мог бы купить на него весь Копенгоген, всех сахарных поросят и торгов кислостями, всех оловянных солдатиков, 9всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! 9На все хватило бы! 9Солдат повыбросил из кармана Франца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что он еле-еле мог двигаться! 9Ну, наконец-то он был с деньгами! 9Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. 9- Тащи меня, старая ведьма! 9Огниво взял? 9- спросила ведьма. 9- Ах черт, чуть не забыл! 9- сказал солдат, пошел и взял огниво. 7Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. 9- Зачем тебе эта огниво? 9- Спросил солдат. 9- Не твое дело! 5- ответила ведьма. 9- Получил деньги, и хватит с тебя. 9Ну, отдая огниво! 9Как бы не так! 5- сказал солдат. 9- Сейчас же говори, зачем тебе оно, не то вытащи саблю да отрублю тебе голову! 5- Не скажу! 9- Уперлась ведьма. 8Солдат взял и отрубил ей голову. 8Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. 9Город был чудесный, солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои деньги. 9Теперь ведь он был богачом. 9Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. 9Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги и богатое платье. 9Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. 9- Как бы ее видать? 9- Спросил солдат. 9- Этого никак нельзя! 9- Сказали ему. 1- Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. 9Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, 9а короля этого не любит. 9Вот бы на нее поглядеть! 9- Подумал солдат. 9Да кто бы ему позволил? 9Теперь-то он зажил весело, ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. 9И хорошо делал, он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. 9Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей, все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. 9Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки. 9Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их, никто из друзей не навещал его, 9уж очень высоко было к нему подниматься. 8Раз как-то, вечером, сидел солдат в своей каморке, совсем уже стемнело, и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, 9куда спускала его ведьма. 9Солдат достал огнивой огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, 2того самые, которую он видел в подземелье. 9- Что угодно, господин? 9- пролаяла она. 9- Вот так история! 9- сказал солдат. 0- Огниво-то, выходит, прелюбопытная вещица, я могу получить все, что захочу. 9- Эй ты, добудь мне деньжанок! 9- сказал он собаке. 1- Раз, ее уши след простыл, два, она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. 9Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. 9Ударишь по кремню раз, является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами, ударишь два, является та, которая сидела на серебре, 9ударишь три, прибегает собака, что сидела на золоте. 9Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. 9Вот ему и приди в голову, как это глупо, что нельзя видеть принцессу! 9Такая красавица, говорят, а что толку? 9Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. 9Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? 9Ну-ка, где мои огниво? 9И он ударил по кремню раз, в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки. 9- Теперь, правда, уже ночь, – сказал солдат.- Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку. 0Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. 5Принцесса сидела у собаки на спине и спала. 9Она была чудо как хороша, всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее, – он ведь был бравый воин, 0настоящий солдат. 3Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и 1солдата, будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. 8- Вот так история! – сказала королева. 9И на следующей ночь к постели принцессы приставили старуху-фрейлину, она должна была разузнать, был ли это в самом деле сон или что другое. 9А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. 1И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчала с ней во все прыть, но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. 9Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала, «Теперь я знаю, где их найти! взяла, 9кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать». 9Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. 9Это было ловко придумано, теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота-повсюду белели кресты. 9Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. 9- Вот куда! 8- сказал король, увидев первые ворота с крестом. 9- Нет, вот куда, муженек! 5- возразила королева, заметив крест на других воротах. 5- Да и здесь крест и здесь! 0- зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. 0Тут все поняли, что толку им не добиться. 0Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. 3Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи, шила крошечный хорошенький мешочек, 6насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, 9по которой ездила принцесса. 9Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату, солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего она не принц, 9так хотелось ему жениться на ней. 9Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. 9Поутру король и королевна сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. 9Как там было темно и скучно! 9Засадили его туда и сказали, что завтра утром тебя повесят. 9Учень было невесело услышать это, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. 9Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу, народ толпами валил за город смотреть, 9как будут вешать солдата, били барабаны, проходили полки. 9Все спешили, бежали бегом. 9Бежал мальчишка-сапожник в кожаном переднике о туфлях. 9Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко. 9- Эй ты, куда торопишься? 9Сказал мальчику солдат. 9- Без меня ведь дело не обойдется. 8А вот, если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. 9Только живо! 9Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... 9А вот теперь послушаем. 9За городом построили огромную висалицу, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. 9Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего Королевского Совета. 9Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, 9всегда исполняют какое-нибудь его желание. 9А ему бы очень хотелось выкурить трубочку,-это ведь будет последней его трубочка на этом свете! 9Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. 9Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки, собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, 9и собака с глазами, как круглая башня. 9- А ну помогите мне избавиться от петли!-дэфис-приказал солдат. 9И собаки бросились на судей и на весь Королевский Совет, того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажен, и все падали и разбивались вдребезги. 9- Не надо! 9- закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. 9Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал, 9- Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу! 1Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали, ура! 9Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. 5Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. 9Свадебный пир продолжался целую неделю, собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.